Сегодня для сотрудников Генконсульства Венгрии в Ужгороде, это на Западной Украине, наконец-то наступил долгожданный выходной. Всю минувшую неделю они в поте лица разбирали кипы заявок от местных жителей на получение венгерского паспорта. Аврал у дипломатов не прекращается с Нового года, с тех пор, как в Будапеште упростили натурализацию так называемых зарубежных венгров. Таковыми решено считать всех, кто родился в Унговоре или Мункаче. Так по-венгерски звучат названия городов Ужгород и Мукачево. Закарпатье принадлежало короне святого Иштвана до конца Первой мировой, а во Вторую мировую туда ненадолго пришли венгерские войска. Теперь, рожденные на этих территориях, а также их потомки, в одночасье могут стать гражданами единой Европы. В историко-дипломатической коллизии разбирался Айрат Шевалиев. За всю научную жизнь не видел директор Закарпатского архива такого интереса граждан к своим предкам. Кажется, у всех жителей области внезапно проснулась историческая память. В 3-4 раза возросло количество обращений, причем наблюдается какой-то необоснованный, я бы сказал, ажиотаж. Правда, посетителей интересует только определенная часть генеалогического древа. Украинские корни не предлагать. Вот пример желанной справки. Отец заявителя был рожден в закарпатском городе Мукачево, который тогда был частью Австро-Венгрии. С 1 января такого документа достаточно, чтобы получить венгерский паспорт. То есть в этих церковно-приходских книгах пропуск в граждане Евросоюза. Я хочу получить справку о том, что отец венгер. У нас большая семья, все хотим получить гражданство. Но жить останемся, конечно, здесь. Даже для Украины, части которой напоминают своим разнообразием лоскутное одеяло, Закарпатия – особенная область. Приграничный горный регион в разное время был частью Австро-Венгрии, Чехословакии, просто Венгрии, Советского Союза. Из этого смешения получился невиданный этнический коктейль. Но, зная венгерский язык, в этих краях не заплутаешь точно. Наш водитель Федор Гайчук – типичный местный житель. Столько кровей намешано. Как все здесь, много лет он ездил на заработки в Венгрию. Скоро визы ему не понадобятся, уже собирает документы. По новым венгерским законам, соискатель гражданства либо должен быть венгром по национальности, либо его предки должны были жить здесь до 19-го года и во время Второй мировой войны при венгерском правлении. Это только будут плюсы и для тех людей, которые будут иметь двойное гражданство. И, естественно, для страны. Федор везет нас в город Берегово, с окраины которого видно Украино-Венгерскую границу. Все таблички, в котором продублированы на венгерский язык, а мэра города зовут Иштван Ференцевич Гайдеш. Скоро, судя по всему, он будет руководить сплошь европейцами. На венгерский паспорт здесь может претендовать практически каждый из 20 тысяч жителей, включая его самого. Если планы поменяются, если потом жизнь заставить, допустим, чтобы я поменял свою работу тогда, тогда, конечно, может, что и буду думать. С Берегова сегодня ведет прием депутат венгерского парламента. Приехал из Будапешта помогать будущим соотечественникам. Его не смущает двусмысленность ситуации, ведь украинские законы запрещают двойное гражданство. Никто от украинского паспорта отказываться не собирается, тем более, что две пенсии, конечно, лучше, чем одна. Если это реально, вот иметь гражданство, уже человек может пользоваться определенными льготами. Перед Новым годом жители Берегова провели референдум, на котором проголосовали за возвращение городу венгерского названия Берегсас. Название еще пока не утвердило Верховная Рада страны, но оно давно уже значится на всех указателях. А если еще большинство жителей Берегова получит венгерский паспорт, то тогда только останется передвинуть пограничные столбы. Можно ожидать, что скоро венгерские корни найдут у себя и коренные украинцы, а новые венгры станут в Закарпатье ценными женихами. В общем, Украина, кажется, нашла способ оказаться в единой Европе. Не мытьем, так катаним, не целиком, так по частям. Айрат Шавалиев, Дмитрий Мухин, Алексей Жатохин и Дмитрий Богданов. Телекомпания НТВ из Закарпатья.